Привет друзья! В России вслед за возобновлением производства танков Т-80, о которых мы ранее рассказывали, возродят и производство газотурбинных двигателей ГДД-1250. Пока завод «Калужский двигатель» занимается восстановлением двигателей танков Т-80, но уже начинается подготовка к выпуску новых двигателей для танков. Ведущий Алексей Егоров побывал на заводе и показал процесс создания деталей для новых двигателей. Сейчас в планах завода начат выпуск двигателей мощностью 1500 лошадиных сил к 2025 году. Танкисты любят управлять танками Т-80, так как они мощны, легко заводятся и позволяют тихо подобраться к противнику на расстоянии от 100 до 200 метров. Противников производства газотурбинных двигателей для танков достаточно много, но газотурбинные двигатели ставят на американские танки М1 Агресс. Дело в том, что при одинаковой мощности снизим двигателем газотурбинный двигатель обладает меньшей массой, надежен и менее шумен. Лучше запускается при низких температурах. Также стоит отметить в десятки раз меньше расход масла и меньшую тепловую заметность танка. Минусы этих двигателей – дороговизна, сложность обслуживания и высокий расход топлива. По результатам испытаний у танка Т-80 расход топлива был больше на 60-80% чем у танков Т-64 и Т-72. С момента появления первых танков Т-80 в 1976 году на них ставились двигатели ГТД-1000Т мощностью 1000 лошадиных сил. С 1980 года по 1986 год выпускалась модификация двигателей ГТД-1000Т для танков Т-80Б и Т-80БВ мощностью 1100 лошадиных сил. С 1986 года пошла в серию модификация ГТД-1250 для танков Т-80У мощностью 1250 лошадиных сил. Эта модификация сейчас является основной и ставится на все танки Т-80. Также были двигатели ГТД-1400 – это серийный двигатель ГТД-1250 с кратковременным форсированием мощности до 1400 лошадиных сил и двигатель ГТД-1500 изделия 39 мощностью 1500 лошадиных сил, созданный с применением новейших материалов. Всего выпущено более 10 тысяч танков с двигателями ГТД-1000Т 1250. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все!